Здравствуйте! Вы смотрите экономические новости, подготовленные для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. В пятницу рынок встретил очередной сигнал о сокращении экономических темпов Китайской Народной Республики. Как и в производственном секторе, сфера услуг замедлила свой рост, о чем засвидетельствовало Национальное бюро статистики в своем отчете относительно деловой активности вне производственной деятельности Китая. Согласно предоставленной информации, показатель в апреле опустился до 54,5 пунктов против мартовского значения в 55,6 пунктов. Совершенно иная динамика отмечена Великобританией. Как и в остальных секторах, показатель PMI в сфере услуг поднялся. Причем в апреле активность росла максимальными темпами за последние 8 месяцев, поднявшись до отметки с 52,4 до 52,9 пунктов. Аналитики ожидали более слабого роста, прогнозируя значение на уровне 52,5 пунктов. В условиях того, что сфера услуг в туманном Альбионе является ключевым сектором, вполне можно ожидать реального улучшения показателей экономического роста. Напомним, совсем недавно в Великобритании пророчили падение в тройную рецессию. Трейдеры позитивно отреагировали на публикации, повысив спрос на британскую валюту. В паре с американским долларом фунт стерлингов поднялся в пятницу на 50 пунктов, к отметке в 1 доллар 55,70 центов США. Данные относительно британской экономики оказались даже сильнее позитивных новостей с американского рынка труда. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс. Всего вам хорошего!